Так, а это легендарная, 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 старая, легендарная. Он великолепен. Блин, вообще тут много клевых тачек. Друзья, всем привет, как дела? А, сегодня воскресный прекрасный день. Меня друзья позвали на автомобильную выставку в Архангельское. Там будут какие-то ретро тачки, спортивные тачки. Мы решили съездить посмотреть, и я решил показать, ну, все, что я там увижу вам. Может быть, там будет что-то интересное. Вот у нас тут стоит Эрочка, которая скоро уедет. Стоит Польвочка, которая скоро не уедет, я на ней езжу. Сейчас поедем, возьмем Порш. Заодно на нем покатаемся, сегодня сухо. Подождя вроде не будет. Поехали, ребятушки. Я никогда не снимал, как это называется, влог. Так что, извините, если что-то будет не так. Ну что, поехали. Порш у меня стоит, к сожалению, в другом месте. В отменной парковке. Боюсь я Поршу оставлять на улице, тем более после такой грандиозной работы. Не очень хочется, чтобы на нем были какие-то повреждения. Какие-то покраски и так далее. Мы идем за тачкой. Что какая-то лампочка не горит? Блин, печалька. Мне кажется, я даже знаю какая. Оп, загорелась. Да, я заказал себе новую проводку на бампер, потому что это рассохлось, и я буду ее менять. Даже свечи чуть отходят. Я люблю, когда на приборке горят какие-то ошибки. Даже в виде лампочек. Ну, видите, как все классно? Все работает. Нет ошибок. Это великолепно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Тут красиво. Тут, кстати, можно какую-нибудь съемочку бы устроить. Все, а? Ну что, сейчас будем искать парковку. Найдем парковку, зайдем. И я еще буду выйти. Друзья, у нас села экшн-камера. Падла. Хотя вроде заряжал. Ну что, мы приехали. Запраковались. Какая здесь красота стоит. Там еще. Там я запраковал Порс. Мы проскочили парковку. Я, видимо, очень сильно спешил. Но не суть. Нашли места тут. Ладно, еще одна красота стоит. Ну что, идем покупать билеты? Это вроде Opel, но написано, что Lotus. Видимо, это какой-то был тюнинг. Типа, это был Opel Corsa, я так думаю. Потому что у него крутой салон. Какой-то обвес. Это, видимо, турбо. Ну, конечно, походу делал какая-то гоночная тачка. А там стоит Porsche. Пойдемте смотреть на Porsche. Это 901-й кузов. По-моему, это вообще первый 911-й, который вышел. 52 или 4 года назад. Это то, с чего все началось. Он великолепен. Ну, в общем, мы смотрели вторую тачку. Идем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы подходим к BMW M3 в 36-м кузове. Блин, тачки уже стали классикой. Хотя я помню совсем недавно, когда мне было 20 лет. Они были в целом довольно доступны. Их было много, ездило по городу. А сейчас найти живую невозможно. Но вот этот реставрированный экземпляр моего знакомого, она в идеальном состоянии. То есть я бы вот так бы тоже хотел восстановить какую-нибудь клевую старую BMW. В общем, она великолепна. Даже слов никаких не скажешь. Блин, прекрасный экспонат. Jaguar. Видимо, тоже какая-то редкая версия. Если честно, ну, в них не шарю. Но он великолепен. Я бы себе хотел такую машину в коллекцию. Легендарная P1800. Это Volvo. Я фанат Volvo. Она великолепна. У нее еще это вот C30 новый делали. Я так понимаю, они под эту машину делали, когда у нее стеклянная крышка. Там еще стоит Лянч Интеграли, Пуаш 964, Феррари стоит, Ламба стоит. Блин, в общем, тут много клевых тачек. Так, ну что, Ламборджини и Феррари мало кого удивишь. Это Галларда. Я, кстати, на такой ездил. Очень похоже на Р8. Это, по-моему, 458. А, 430-я Феррари. Но тачка хорошая. Никогда на них не катался. Надеюсь, что еще представится возможность. Вот легендарная Лянч Интеграли. Машина, которая выиграла кучу Али. Благодаря этому и прославилась. Я тоже знаю, где ее делали. И то ее владельцы в теории, по-моему. Ну, вообще, это прям классика. Классика 70-х или 80-х, не помню. Вот такую я бы тоже очень хотел машину купить и восстановить. Потому что это просто... Ну, я правильно сказал. Они 79-го по 94-й год выпускались. В общем, да. Тачка 70-х, 80-х. Пятикратная чемпионка мира. А вот! Красавица стоит. Ну, это Porsche 964. 911-я модель. Легендарная машина, которая любит во всем мире. И коллекционирует во всем мире. РВБ делает их широкими. Очень классная тачка. Так, что еще тут есть необычного? Ferrari, какой-то E-Guard, BMW 30-я, видимо, МК, R8. Ну, сейчас еще бегло пройдемся, что тут. Покажу вам, что тут стоит. Еще подойдем чаку Оливе 242-й. Потому что это тоже очень редкая и крутая тачка. Тачка продается. SL 592-го года. Ну, вроде не в плохом состоянии. Тут, возможно, сцена будет шуметь, и уж извините. Но мы нашли еще одну Вольву. Кстати, их здесь немало. По-моему, здесь больше, чем всех остальных машин. Точно три мы видели. Это легендарная 142-я Вольво купе. Это прародитель 242-ю Вольво, которую выпускали. С 78-го по 92-й год. Ну, а с ней уже потом пошли 7-49-49-60, ну, и так далее. Каче тачка легендарная. Очень хотел тоже такую себе купить. Пару раз у меня даже были, ну, под не 142-я, 242-я. Я их собирался реставрировать. Но когда покупал, там оказалось все сильно плохо. Там гнилые лонжероны. То есть я их продавал. Но, надеюсь, то, что моя тоже мечта сбудется. И я добуду себе такую тачку, ее отреставрирую. И, может быть, даже себе оставлю для коллекции. Надеюсь, что когда-нибудь она у меня будет. Ну, еще вот такая классная Вольва. Правда, перешит салон, но в целом выглядит неплохо. То есть это не аутентичная машина, но смотрится клево. Как он? Шарри Вольф Ромео, но это тоже, насколько я знаю, какая-то старая легендарная Альфа, Кабрик. Про них были какие-то передачи. Ну, в общем, просто красивая машина. Так что в мире, кстати, очень много фанатов Альф. Но даже когда-то это действительно была крутая гоночная команда с историей. И они выпускали классные тачки. Жалко, что они не очень надежные. Так, что еще здесь есть? Еще здесь есть Феррари, которая, видимо, гоняла в кольце. Ну да, видимо, она ездила в гонках, судя по всему, в любительских. Хотя, может быть, и в профессиональных. Ну да, тачка полностью подготовленная. Прямо как у меня GT3 был на ковшах, на каркасе, систем пожаропушения и так далее. Так она и построена с этим каркасом. То есть это полностью все штатное, за Москвой никакого... Это для кольца же? Это кольцевая версия Феррари, да, именно для чемпионата Челленджа. То есть она завод такая была, как GT3 выпускает? Да, именно такая. У меня просто был GT3, там тоже была система пожаропушения. Ну, GT3 же все-таки для дорог еще можно использовать Porsche GT3. Да. Да, клевый автомобиль, безусловно. Но это другое, конечно. И да, на заводе именно... А на это нельзя типа выезжать? На это как раз, она только для трека. Она не сертифицирована, у нее спорт пастер, спорт инвентарь, это по сути. А, я понял. И она воздается в аренду, то есть можно на ней приехать, покататься на Москву рейс. Удайте вашу визиточку, может, мы и покатаемся. Легко вот визиточку могу дать, могу даже купочек на скидочку дать. Вообще класс. Ребята, у нас будет выпуск, как мы катаемся. Да, вот черен, спирали. Присядь внутрь, давай присядь, покажем, расскажем. Так. Ковши, карбон, сабель, титан, карбон. Блин, ребята, я чувствую себя гонщиком. Да. Ну, то есть здесь прям амалагация, все как положено, да? Здесь именно в Маранелло машина строилась. То есть она... Я, кстати, был в том году в музее Фераре, в двух. У меня тоже был, почти каждое, это там бывает клевое место. Да. Экспозиция Шумахера была, это и 50 лет, когда его было вообще, там его машины стояли. Это очень классно. О, я представляю, это какие эмоции были, да. Да, мы познакомились с ребятами, которые дают в прокат Феррари. И, кстати, я подумаю, может быть, мы съездим, покатаемся. Но я сразу говорю, это не реклама, а просто случайное знакомство. Но я думаю, выпуск прикольный получится. Если вам интересно, напишите комменты, мы сгоняем на трассу, покатаем в кольце. Так, ну что, продолжаем. Вот тут стоит еще офигенно красивая тачка, это Вольво. Тьфу, Вольво. Уже совсем с этими Вольвами. Это BMW 2002, спортивная версия, тоже на каркасе. Я, кстати, не знаю, это вряд ли она была такая завода. Это просто люди делали красоту, я так думаю. Потому что у нее раздутые арки, клевые диски, нет бамперов. Ну, а это просто реально очень красивая машина. Такую машину я тоже бы себе хотел, но их вообще не найти. Я видел, наверное, одну, продавали на ВИТО. До сих пор продают где-то в Екатеринбурге, она без документов, гнилая. Это, ну, вообще такая бессмысленная инвестиция, скажем так. Но вот это очень и красивая, и классная тачка. Мы переходим к следующему экземпляру. Это, я этих Маз не видел, судя по всему, она, наверное, в России. Но мне кажется, что одна. Она где-нибудь, они бы засветились. Очень похожа от страны. Это как будто маслкар, только чуть-чуть меньше размером. В общем, это Мазда RX4. Смотрите, как она классная. Блин, все-таки какие делали раньше красивые машины. Мне кажется, сейчас такое не делают. Но это просто, у них у каждой такая форма необычная, салоны. Ну, не знаю, прям глаз нельзя оторвать. Ну что, еще один представитель Штутгарта. Это Бокстер. Внешне кажется, что это 996, но это более дешевая его версия, менее мощная. Ну, и Кабрик считается типа женской машиной. В свое время была очень модной. Сейчас уже не очень модная. Но, опять же, их довольно мало живых осталось в таком состоянии. У них, потому что и бывают проблемы с двигателем, они не косиливые. Вот. Но этот вроде симпотный. А это вообще любовь. Я об этой машине мечтал много лет. И эту, кстати, недавно. Ее меньше полгода назад продавали на After Room. Показал за 800 тысяч рублей. Это 262-я Volvo от итальянского отеля Bertone. Bertone вообще, ну, прославился. Они делали дизайн для ламп, для Ferrari, еще для огромного количества машин. И вот Volvo тоже как-то попали в этот список. Вот была 242-я Volvo, 262-я и еще была Volvo 780 Bertone. В общем, тачка очень красивая. Я вообще люблю Volvo. Но это прям, это ранний экземпляр с алюминиевыми бункерами, кожным салоном. Ну, в общем, тачка очень красивая и классная. Ну, в общем, да, мы посетили неплохое мероприятие. Ну, в общем, что, ребят, ставьте колокольчики, лайки, комменты. Скажите, понравился ли вам этот выпуск и стоит ли такие еще снимать. Спасибо, что смотрите. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok